В преклонном возрасте жизнь заканчивается? Попробуйте убедить в этом участников конкурса «Серебряный голос», организованного Центром социального обслуживания «Уют». Подробности в нашем следующем репортаже. Несмотря на то, что подобный конкурс проводится впервые, участники съехались отовсюду. Город Лобня, Дмитров, Долгопрудный, Химки, Красногорск, Мутищи. Всего в певческом состязании приняли участие 12 человек. Но каких? Послушав их выступление, невозможно представить, что многие – это люди с ограниченными возможностями здоровья. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Конкурс проводился в двух номинациях – «Люди со сверхспособностями» и «Серебряный голос». Владимир Илларионович Лагуткин стал бронзовым призером в номинации «Люди со сверхспособностями». В его 83 голос все еще звучит. Звучит с большой буквы. Много труда положено в этом деле. Преподаватель пения, он долгое время работал в школе под Калугой. Параллельно сам учился на вечерних курсах. В детстве любил петь. С детства еще до армии. Ну, после войны, конечно. Возможно, именно эта любовь позволяет до сих пор принимать участие в вокальных конкурсах. Хотя для того, чтобы сохранить голос в рабочем состоянии, некоторые правила соблюдать все-таки приходится. Мало употребляю вот это дело. Ну и поддерживаю себя на уровне не простужаться, но держать себя на полову все, ребята, если можно сказать. А победительницей в номинации «Серебряный голос» стала Шнебина Валентина Викторовна, жительница нашего города. Именно ей выпала честь представлять Лобню на областном этапе конкурса «Серебряный голос». Это конкурс перед участием в московском областном конкурсе. Нами было запланировано, что победитель поедет представлять город Лобня. Область соберет финалистов весной 2016 года, а конкурс «Серебряный голос», стартовавший в Лобне, будет развиваться дальше. Это мероприятие уже на следующий год мы проведем в городе Долгопрудном, так как наш центр является комплексным, и он объединен с городом Долгопрудный. Жители города Долгопрудного тоже должны понимать работу нашего центра. И мы решили, что в 2016 году все крупные мероприятия будут проходить в городе Долгопрудный. Екатерина Детловская, Алексей Бойко, Александр Михайлов, телекомпания Лобня.